В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась третья международная научно-практическая конференция лучшей практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам. С приветственным словом выступила директор института Елена Мерзон. Именно Казанский институт сегодня является базовой организацией по подготовке кадров практически для всех отраслей народного хозяйства, социальной сферы, республики, в том числе образования, поэтому, конечно же, подобного рода встречи и обмен опытом очень важны, потому что направлены на воспитание и развитие наших детей, на определение основных методов и содержания работы с нашими детьми. Научный форум организаторы посвятили памяти выпускника Казанского университета академика Камиля Валиева. По сложившейся традиции, площадкой для церемонии открытия и пленарного заседания стал Дом научной коллаборации. С 1 сентября 2020 года он носит имя академика. Интересные такие направления выделены. Очень много для себя нового узнала о Камиле Валиеве. В общем-то, очень такой замечательный человек. Я, в общем, восхищена тем, что он сделал для российской науки, для образования. Поэтому я думаю, что нашим физикам это тоже будет очень полезно и интересно. Во второй половине дня состоялась секционная часть конференции. Доклады участников были представлены в рамках нескольких тематических направлений. Среди них использование стим-технологий в образовании, развитие методик сквозного обучения, исследовательская и творческая деятельность школьников, а также разработка новых образовательных технологий в системе общего и дополнительного образования. Конференция прошла в смешанном формате. Часть выступающих представила свои доклады онлайн. Участники из разных уголков России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана обменялись опытом. Впереди, мне кажется, у нас очень много интересных проектов, как в области образовательной деятельности, так и воспитательной работы со студентами, и, конечно же, научно-исследовательской. За то, чтобы наше сотрудничество было наполнено личностным смыслом. Я за контакты с конкретными людьми, с конкретными идеями. Ну и чтобы это все приносило такие дивиденды, в первую очередь, системе образования, в хорошем смысле этого слова, улучшая ее качество, делая ее более мобильной. Также в рамках научно-практической конференции состоялось трехстороннее совещание представителей Елабужского института КФУ, Глазовского государственного педагогического института и Белорусского государственного педагогического университета. Темой встречи стала разработка траектории сотрудничества между вузами в различных сферах. Маргарита Михайлова, Универньюс.